Меня зовут Александр Гусев, и я являюсь премьер-министром действующего правительства. И сегодня я бы хотел затронуть вопрос полового воспитания в школах. Этот вопрос является крайне актуальным. Наши СМИ говорят о том, что на Западе эта практика существует и является неприемлемой. Приводятся примеры некоторых семей, которые бегут оттуда якобы из-за этого. Но все ли так плохо? И в чем заключаются плюсы, основные плюсы полового воспитания, за которые мы выступаем? Половое воспитание в школах может предотвратить большое количество нежелательных беременностей среди учениц данных школ, где оно будет введено. Так как дети будут знать о том, что такое предохранение, и как вообще появляются дети. Также половое воспитание снизит риски получения заболеваний, передающихся половым путем. Сегодня эта проблема является одной из крупных в России. Вопрос заключается в том, что действительно ли дети воспримут уроки на тему полового просвещения как резервного действия? Не станут ли они это генолировать? Дети рано или поздно узнают о том, что есть два пола и как они взаимодействуют. Поэтому лучше, чтобы они узнали об этом от учителей, а не из интернета, где информация может быть представлена неполной или необъективной. Могут ли учителя достойно преподнести эту информацию? Наша задача в том, чтобы все учителя могли ее достойно преподнести. Это так же, как обучение различным предметам. Мы же не можем объективно оценить, насколько в каждой конкретной школе объективно преподается тот или иной предмет. Одновременно нам это сложно сделать, но мы можем вводить некоторые практики, тесты для учителей, чтобы протестировать их, насколько объективно они рассказывают об этом. Но мы не за резкий ввод данных практик, потому что наше общество является очень консервативным. И то, что сейчас делается правительством, например, внедрение в учебник по биологии главы о том, что такое пол и как работает глава системы людей, это является правильным шагом на пути к половому воспитанию. К тому же аргументом за введение полового воспитания является то, что возраст сексуального согласия в России наступает еще в годы обучения в школе. Это все, что я хотел сказать. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Кристина, и я лидер оппозиционной партии. Как я поняла, то, что хочет сделать наше государство, это ввести половое воспитание в школах. Мы, как оппозиция, прекрасно понимаем, что вы хотите сделать. Вы хотите образовать наших детей, вы хотите показать им, каков мир на самом деле. Но разве образование и психологическая травма должны быть синонимами в этом понятии? Разве у детей есть выбор в этом понятии? Да, прошу. Наше государство, как вы упомянули, является не только... Наше государство светское, но наша страна глубоко религиозная. Вы правы. И да, действительно, возможно, новые резкие введения не соответствуют подобным характеристикам нашего государства. Но разве вы не могли бы подумать о том, что семьи уже существующего склада и исторической картины нашей страны, разве они могут воспринять половое воспитание в подобном ключе нормально? Разве у детей не возникнет травма или конфликт внутри них? Не будет нанесена ребенку больше травма, если он узнает о половом воспитании, о том, что такое полный, ну, не от учителя, а, например, из интернета, где эта информация может быть, ему приводнесена не объективность. Почему всегда... Спасибо большое за ваш вопрос. Но не обязательно детям узнавать это именно из интернета или конкретно от учителей, ведь им всегда могут рассказать их родители. Родители, по сути, как учителя, это семья, это практически школа жизни для каждого ученика, для каждого ребенка. И, соответственно, они могут сыграть роль учителя именно в этом понятии. И они скажут или сообщают ребенку об этом, когда они посчитают нужным, или когда возраст ребенка достигнет момента, когда он сможет адекватно воспринять подобную информацию. Прошу. А что, если ребенок узнает об этом из других источников, не достигнув того возраста, тогда, по мнению родителей, ему это будет нужно знать? Спасибо за ваш вопрос. Но учитель в любом случае чужой человек. И интернет, по сути, тоже в том или ином ключе, тоже как учитель. Но присутствие родителей, даже травма подобная какая-то, нанесенная интернетом или какими-либо нерентабельными источниками, которые не входят в половое воспитание, родители все равно всегда могут смягчить эту травму. Потому что родители, опять-таки, как я уже помянула, это школа жизни. И, соответственно, присутствие вместе с их детьми все время, они знают характер, и они знают детское положение конкретно. То есть, соответственно, даже если подобная ситуация произойдет, намного будет проще разобраться именно в семье, нежели чем в школе. Все. На этом я закончу. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Данила. Я заместитель премьер-министра правящей партии. Когда мы говорим про то, что нужно проводить в школах, уроки полового воспитания, мы хотим сберечь наших детей от заболеваний, передающихся половым путем. Допустим, у нас в стране сейчас идет, прямо скажем, эпидемия ВИЧ. Полтора миллиона россиян по всей стране болеют этим заболеванием. Точнее, болеют СПИДом. Заболевание, которое передается половым путем. Нет никакого у нас средства, никакого лечения этого заболевания, только профилактика, чтобы человек, который болен уже СПИДом, мог жить нормально. Рост заболевания в России уже идет в геометрической прогрессии, так как уже достаточно большое количество людей заболело. Мы предлагаем вводить уроки полового воспитания аккуратно в школах для подростков, он начинается от 13 до 14 лет. Есть примеры стран, которые уже вводили такие законы, и у них все хорошо. Например, в Швеции ввели такой закон достаточно давно. Во-первых, возраст около 14-15 лет уже является возрастом первого сексуального контакта у подростков. Это во-первых. Во-вторых, не обязательно говорить про полового воспитания. Просто нужно объяснить детям, что такое вообще такие заболевания, которые периодически с половиной путем, и как от них защититься. Не обязательно в какие-то конкретные уже примеры идти. К тому же, когда в Швеции, допустим, опять же я продолжаю свой разговор, когда в Швеции вводили такой закон, за 10 лет уровень заболевания ВИЧ снился на 40%. Учитывая то, что у ВИЧа есть еще один способ передачи, то это достаточно хороший показатель. Необходим? Да, пожалуйста. Я считаю то, что между менталитетом Швеции и России нет большой разницы. Дело в том, что Швеция в свое время была очень религиозным государством, и общество там было крайне консервативным. Несмотря на это, общество Швеции достаточно спокойно приняло такой закон по сравнению с тем, как это могло быть у них, допустим, еще в 70-х годах 20-го века. Я считаю то, что потихоньку можно уже это начинать, потому что эпидемия ВИЧ – это гораздо опаснее, чем какие-то социальные неспокойствия. Можно я еще один вопрос? Да, конечно. Есть ли, по вашему мнению, зависимость от сексуального воспитания в стране и экономического развития страны? Есть ли это? Почему это нет? Частично, да. Чем благополучнее страна и чем у нее лучше экономическая ситуация, тем меньше заболеваний ВИЧ. Так как, во-первых, у ВИЧа есть другой способ передачи. Во-вторых, люди, если они имеют больше денег, у них лучше соответственно образование, и они лучше знакомы с подобными заболеваниями. Так вот, необходимо в учебнике библиологии вводить про половое испытание определенные параграфы. Нужно проводить лекции для учеников школы, учителями или какими-то другими специалистами, допустим, на классных часах. Мы считаем, что это будет хорошее средство с борьбой, с заболеванием, передающим полном путем. У меня все. Добрый день еще раз, друзья. Я Сергеева Юлия, заместитель лидера оппозиции. И, во-первых, хотелось бы начать с того, что у нашей страны есть определенный исторический фонд. И этот исторический фонд, и фонд, он крайне весом. Как уже было сказано ранее, наша страна – это светское государство, но страна религиозная. Корни – они из религии. Это то, что сложилось на протяжении веков, веков и веков. Если возвращаться к истокам нашей истории, все начиналось с религии. И вот поэтому может возникнуть вот такой вот диссонанс. Религиозная страна с религиозным населением, и тут внезапно вводится сексуальное воспитание в школах. Есть небольшие какие-то проблемы. Проблема заключается в том, что тогда у ребенка, особенно в возрасте, в переходном возрасте подростком, когда психика наиболее неизвестна от слова и зависима от окружающих факторов, может произойти внутренний раскол. Ваша семья пропагандирует вам религиозные нормы, вещи, которые никак не переливаются с абортами или с ЗПП или с чем-либо таким. А ваша учительница говорит о том, что нет, ребят, аборт – это хорошо, и вы можете заниматься этим, если даже вам всего лишь 14, просто предохраняйтесь. И проблема, что это, что ребенок не понимает, что ему делать. Два самых главных института в жизни человека на подростковом и не только подростковом возрасте – школа и семья – разделяются во мнениях. Что тогда будет? Что будет с психикой человека? Неизвестный вопрос. Готовы ли наши дети, готовы ли русские дети к тому, что произойдет вот такое возразделение? Также, исходя из перечисленного мною фона, мы можем сказать, что, опять же, возьмем реакцию школьников. Как они отреагируют на это? Какова будет реакция? Не приведет ли это случайно к повышению уровня буллинга, если говорить русским языком, уровня травм? Никогда никто об этом не думал, а если задуматься? Вот, допустим, до примеров множество, примеров действительно множество. Но когда мы вводим такой очень спорный вопрос, секундочку, когда мы вводим такой спорный вопрос, как сексуальное воспитание, проблемы травли взрастают в разы. И это неоспоримый факт. Можно вопрос? Не считаете ли вы, что, предположим, у венаменной девушки, которая учится в школе, могут возникнуть проблемы гораздо большие, связанные с отношением сверстников при неимении того самого воспитания, или если оно будет не в нужный момент жизни для этого? Да, спасибо за вопрос. Это очень важно, чтобы вы подчеркнули эту тему. Я хотела бы сделать огромный акцент на нашем тезисе, то, что в школе должно вестись сексуальное воспитание. Наша позиция заключается в том, что сексуальное воспитание – это семья. И девушке, беременной девушке будет гораздо проще и гораздо спокойнее, когда семья наставит ее на этот путь и поможет ей с этим. Ведь согласитесь, когда перед вами ваши 40 одноклассников, а вы в положении, и вам рассказывают про то, что, ну, знаешь, надо было предохраняться, это немного сбивает с толку. Именно поэтому главным постулатом в таком вопросе является семья Анишкова. Да, прошу. Что вы можете сказать по поводу детей, которые воспитываются в детдомах? По поводу детей, которые воспитываются в детдомах, я могу сказать то, что там родители заменяют воспитателя, а затем и законные отыкуны, если ребенка забрали из детдома. И вот это уже вопрос гораздо более тонкий и вопрос, немного не относящийся к нашей теме. Однако там семья и школа связаны институты, и вот именно там надо будет разбираться с этим вопросом по-другому. Но, однако, это не главенствующая и не позиция максимальная и самая распространенная в нашей стране, поэтому это как исключение надо разбирать отдельно. Вы считаете, что родители всегда компетентны в этом вопросе, и могут объяснить ребятам, что они будут делать? Я считаю, что родители могут быть так же некомпетентны, как и учителя, и как и школа, и что это все приходится на разные обстоятельства и разные случаи, и мы не можем все подвести под одну к ребенку, и как-то это заэкономитироваться. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Лимонов Никита, я член правящей партии. И начать бы свою часть выступления хотелось с того, что, вот обращаясь к первому и третьему спикеру оппозиционной партии, которые упомянули о том, что несмотря на то, что государство у нас светское, все равно семьи у нас глубоко религиозные, консервативные, хотелось бы подвести некоторую статистику. Благодаря анонимным опросам и гинекологам, за что им большое спасибо, то, что количество девушек, которые начали, ну и количество мужчин, соответственно, свою половую жизнь до даже не то, что совершеннолетия, но до срока согласия с каждым годом увеличивается, эта статистика растет, и мы уверены, что она, безусловно, связана с статистикой ужасной очень большого в геометрической прогрессии роста заболевших заболеваниями ВИЧ, и то самое сексуальное воспитание в школах, о котором мы говорим, все-таки мечтаем, оно может предотвратить нежелательную эпидеменность, если все подавать постепенно, пропорционально, с каждым годом программу развивая в здравом ключе, это может помочь учащимся. У меня возник вопрос, есть ли у вас какая-то схожая статистика из Соединенных Штатов, допустим, где сексуальное образование введено уже очень давно и очень приемлемо со стороны народа? Хорошо, спасибо за вопрос. Как сказал мой коллега, второй спикер, о том, что на опыте европейских стран, в которых данная форма, данные изменения в образовательной системе были приняты, прослеживается очень положительная тенденция именно и в вопросе нежелательной бедовидности, и в вопросе, о чем он как раз и упомянул, в виде заболеваниях. И также половое воспитание может воспитать отношения учащегося именно к сексуальному воспитанию, к половому контакту, как и потребности человеческой, и какой-то адекватационной цели, вообще значения, какие-то табу, которые, может быть, мифически касаются данного вопроса, или, например, вообще открыть ребенку глаза на какие-то вещи, которые представляют для него, ну, действительно вызывают смущение, потому что родителям тоже очень часто на психологическом уровне бывает тяжело говорить с ребенком на такие темы. Школа же все равно сохраняет какую-то позицию нейтралитета и рассказывает это не в рамках каких-то вот личных опытов, передаваемых с поколения к поколению, а в качестве вот именно необходимого знания в жизни, которое поможет и не только именно вот сохранить здоровье, но и, в принципе, в социуме, в обществе взаимодействовать со вторым полом. Да, пожалуйста. Знаете ли вы средний возраст учителей в российских школах и те взгляды, которые они придерживаются? Вы знаете, я считаю, да. Ну, пусть судьи сделают мнение, но я считаю, это... Вопрос, который она задала? Я относишься к теме. Я считал, он уникальный, да. Согласен. Можете не отвечать. Хорошо. В принципе, это все, что я хотел сказать. Большое спасибо. Меня зовут Санкт-Петербург, и я член позиции. Ну что ж, как мы уже сказали, Россия, да, религиозная страна. Да, это светское государство, но тем не менее, религия остается у нас очень важной, она не дается ценностью для каждой семьи и для граждан России. Итак, давайте посмотрим. Родители в своей семье, возможно, они не воспитывают ребенка очень религиозно. Это не обязательно. Сейчас у нас вообще не самые глагаристые факты, но тем не менее. Они ведут свою политику воспитания. Они воспитывают ребенка с нуля, с рождения. И тут ребенок приходит из школы и говорит, мама, а я хочу аборт сделать. Потому что в школе сказали, что аборт – это единственный выход в 16 лет. Теперь давайте подумаем. Политика, которую вели родители, и политика, которую вели в школу. Во-первых, они разнятся кардинально, потому что школа и родители часто вообще не состыкуются. Они не общаются между собой. Затем, в школах, когда будут подавать вред к сексуальному воспитанию, людям придется затронуть тему аборта, тему противозвучия. И что же тогда делать детям и родителям? Как им состыковаться? Но вопрос даже в другом. Давайте представим. Правительство ввело новый предмет – половое воспитание в школах. И вот в школу приходит как раз оповещение о том, что нам нужно срочно ввести этот предмет. Как мы знаем, в России, к сожалению, в государственных школах чаще важнее для бумажек написать, что у нас есть этот предмет, провести его. Некорректное утверждение. Так как представители... Некорректный ответ. Тихо. Я применю. Да, им нужно будет срочно ввести нового учителя. Возможно, человек будет с образованием, естественно, с образованием в школах. Но тем не менее, я не уверена, что мы найдем полностью компетентных людей в этом вопросе. И так не до конца образованный учитель рассказывает детям о том... И вообще объясняет им такие спорные вещи, как аборт, как стоит ли заводить ребенка, и как с ним потом справляться. Хочу таким образом сказать, что в целом, я считаю, и парагазитцы считают, что сейчас я договорю и дам вам вопрос. Да, конечно. Что, во-первых, нам нужно тогда предоставить возможность людям обучения, именно взрослым, учителям. Нам нужно тогда ввести какие-то новые курсы, чтобы обучать людей, обучать других уже к половому воспитанию. Но чтобы такое ввести, нужно время, которого у нас пока, я думаю, может и нет. Да, вопрос. Считаете ли вы, что при введении таких изменений в образование, правительство руководствуется мнением статистики экспертов, учителей, филопрофессоров, социологов, биологов, и тем самым это не позволяет ли сделать именно это образование объективным и нетравмирующим элементом? Ну, если образование, если, во-первых, я так не считаю, мы так не считаем. Ну, во-вторых, если образование все-таки вот такое, как вы сейчас только что сказали, что оно является травмирующим, то я точно считаю, что его не нужно вводить. И в конце хочется сказать. Как мы знаем, в школах 82% детей чаще всего подпрягаются в травле. В государственных, в обычных. Так представьте, тема секса стала открытой. Какие темы для травмы теперь появятся? Девочкам будет страшно входить в школу, потому что они заходят, где они будут приводить примеры, естественно. Вы только представьте. Теперь больше нет границ. Мы можем говорить о том, мало, много, не знаю, что угодно. Это будет страшное место, в школу будут бояться ходить. А родители в данной ситуации останутся бездейственными. Потому что в школе за них ребенку рассказали. И всем его одноклассникам еще и показали. Да, по-моему. Вы считаете, что дегуированность темы, тем не менее, не мешает ее обсуждению с друзьями? Учеников в школе. Нет, не считаю. Спасибо большое, Лес. Здравствуйте, меня зовут Артем. Я секретарь правительства. Так как по правилам дебат, мы рассматриваем, если страна не указана, мы рассматриваем страну, где проводятся данные дебаты. Поэтому мы будем все-таки руководствовать главным законом нашего государства, Конституции Российской Федерации, где написано, что Российская Федерация – это страна светская. Также сейчас мы приведем, я подытожу, аргументы, которые мы пришли за время этих дебат. Мы за то, чтобы ввести половое воспитание в школах, как минимум потому, что жертвы ВИЧ и их количество просто колоссальны. И мы, как правительство, должны заботиться о своих гражданах и всячески помогать нашим гражданам в данной интимной проблеме. Также нежелательная беременность является тоже ключевым фактором, почему мы хотим проводить данную политику. Поэтому мы хотим, как один из спикеров сказал, о резком введении, поэтому мы сразу обозначили свою позицию. Первым спикером сказали, что мы хотим постепенно вводить данные разговоры в школах. Также позиция оппонента заключалась в том, что семья – это главный образовательный институт в данной проблеме. Но, как уже было сказано, замечено, можно сказать, главным спикером команды оппонента, что не всегда семья компетентна в этих вопросах. Спикер подчеркивал это сам. Получается, что мнение оппонента входит из стороны в сторону, они не могут сами определиться, так ли это в корню или не так. Также мы, как я уже сказал, со стороны правительства, именно поэтому мы должны проводить эту политику. Равным образом третий спикер в процессе последнего своего диалога перевирал слова и вводил нас в полемику. Мы считаем, что это была пустая отрата времени и попытка вести заблуждение. Также данная политика будет являться частью демографической политики, так как за последние годы значительно увеличилась смертность наших детей. Не детей, но в принципе граждан, именно заболеваний, передающихся половым путем. И поэтому мы все же считаем, что лучше дети узнают это от учителей, чем от собственной практики, листая сомнительные страницы в интернете про ЗПП. Потому что дети это хоть и 20% нашего населения, но 100% нашего будущего. А мы, как правительство, заботимся именно о нем. Меня зовут Александра Азарова, я секретарь оппозиционной партии. Хотелось бы начать с того, что правительство, уважаемое, несколько игнорировало наши доводы о том, что Россия, несмотря на то, что это является светским государством, страна это религиозная, как сказал председатель и заместитель председателя. Нельзя отрицать тот факт, что люди в нашей стране по-прежнему были, являются и, скорее всего, еще какое-то время будут оставаться приверженцами православия, какой-то религии, неважно вообще за какой. И также мы считаем, что такой деликатный вопрос, как секс, это, скорее, семейное дело, и это право семьи. Как ребенок должен об этом узнать? Например, через интернет. Мы не совсем понимаем, что значит сомнительные страницы интернета, потому что если забить в Википедии ЗПП, то вы просто увидите статью про ЗПП. Преподаватель в классе расскажет, скорее всего, примерно то же самое. И нам кажется, что именно семья, семья должна выбирать, как ребенку узнавать о сексе. Когда, если семья это не может контролировать, то учителя не смогут это контролировать также. В общем, нам кажется, что это самое основное право, его надо уважать. Это выбор, выбор семьи, выбор подростка. И тем более, как сказал член правительства, травля это действительно проблема во многих школах, и в частных, и в государственных. И культивация темы секса, которая для подростков и так является достаточно, ну, такой животрепещущей, в смысле шуток и каких-то подстегов. Культивация темы секса не приведет ни к чему хорошему, потому что это будет лишь еще один повод для каких-то подстегов, шуток. Да, и наше основное мнение члена, заместитель правительства, председателя, то, что, во-первых, это выбор семьи, и это надо уважать. И, во-вторых, то, что такой предмет, как половое воспитание, будет идти вразрез с религией и с какими-то убеждениями каждого. На этом все. Спасибо.